Всем привет, друзья! Я всегда восхищался людьми, которые могут в собственном гараже собрать какой-нибудь автомобиль, ведь это невероятно сложный процесс, словно огромный конструктор с неподходящими друг другу элементами. Лично я даже для замены масла еду в автосервис, не то чтобы попробовать сделать из множества элементов что-то, что сможет передвигаться собственным ходом. Еще любопытные дела обстоят, когда самодельничество протекает в крупных формах, например в сборке грузовиков или тракторов. Дальше я расскажу вам про один крайне любопытный грузовик, который недавно был выставлен на продажу в Саратове. Он построен на укороченной раме от трехосного полноприводного армейского грузовика ЗИЛ-157, правда теперь он лишился одной оси. По документам он также проходит как ЗИЛ-157КД 1983 года выпуска с бензиновым мотором мощностью 110 л.с. Вот только внешне на ЗИЛ-157 он совершенно не похож. Его кабину, капот и передний крыльев заимствовали от Урала 4320, но спереди оперение было немного укорочено, поэтому на Урал самосвал также не совсем похож. При этом кабина от Урала должна быть несколько более просторная и удобная, чем старенькая от ЗИЛ-157. Создатель грузовика поставил перед собой задачу сделать максимально функциональный самосвал для сельскохозяйственных работ, чтобы на нем можно было привезти сено для скотины, удобрения для картофельного поля и дрова на зиму. Сразу было решено сделать трехстороннюю разгрузку. В итоге весь механизм позаимствован от серийного самосвала, скорее всего от ЗИЛ ММЗ-554. Сама платформа оснащена довольно низкими стальными бортами, но их можно наращивать при помощи надставных бортов. Кабина грузовика лишь внешне напоминает Ураловскую. Передняя панель тут полностью оригинальная, с двумя круглыми и одним квадратным прибором, а также блоком переключателей и сигнальных ламп, скомпонованных справа от руля. Инородным элементом также является рулевое колесо, сохранившееся от ЗИЛ-157, как и весь рулевой механизм. Последний, кстати, оснащен гидроусилителем. Вы также можете видеть характерные для 99% подобных проектов линолеум на полу и мягкое сидение водителя. Грузовик может брать груз весом до 4,5 тонн и имеет довольно неплохую проходимость благодаря полному приводу. Он надежный, неприхотливый и многофункциональный. Это именно то, что нужно любому фермеру-участнику. У меня лишь один вопрос. Почему создатель самосвала использовал столь разные колеса на переднем и заднем моста грузовика? Представьте, что вы живете где-то в сельской местности. События складываются таким образом, что вам понадобится трактор или грузовик, чтобы возделывать ваши угодья. Но купить и главное содержать две единицы техники получается накладно. В такую ситуацию попал Александр, который решил пойти собственным путем и построить своими руками нечто среднее между трактором и грузовиком. В результате миру явилось то, что вы видите. За основу он взял раму элемента ходовой от ГАЗ-66, а дальше начала происходить магия. Шасси обрастало запчастями от самой разной автотехники. Например, колеса тут от трактора К-701, тот самый ярко-желтый кировец, а кабина водителя от ГАЗ-53. Сначала в качестве двигателя Александр попытался приспособить 402-й мотор от Волги, но он показал себя не с лучшей стороны. В первую очередь сказалась нехватка крутящего момента на низких оборотах. В итоге его место занял силовой агрегат от трактора Т-40, который соединен с раздаточной коробкой и понижающим редуктором. Двигатель вместе с коробкой передач размещен в задней части и закрыт капотом от старого трактора. Кабину же напротив сместили максимально вперед за переднюю ось. Все остальное пространство занимает огромная бортовая платформа. Причем она сделана таким образом, что позволяет перевозить не только грузы, но и пассажиров. Тяговитый дизельный двигатель позволяет вездеходу перебираться по болоту, грязи, снегу и прочему бездорожью. Вездеход может тянуть за собой полностью груженный тракторный двухосный прицеп или же вытаскивать застрявшую технику. Фактически это незаменимый помощник для работы на селе. Я просто не мог пройти мимо вот этого необычного самодельного автомобиля. Если вы посмотрите на него спереди, то он вам точно что-то должен напомнить. Давайте посмотрим внимательнее. Лично мне он очень сильно напоминает полноприводный трехосный грузовик РАЗ-260. Только вот никакого родства с советским грузовиком у этого необычного фургончика нет. Более того, на самодельной ажурной решетке радиатора красуется сложно читаемая надпись «Уралец». На самом деле в основе лежит шасси старенького грузовичка ГАЗ-51. Но кузов является практически полностью оригинальным, сделанным из листов железа. Если внимательнее посмотреть, то можно увидеть некоторые узнаваемые элементы серийных советских автомобилей. Например, я почти уверен, что капот позаимствован у ГАЗ-53. А вот двери с характерными выштамповками в форме молнии точно от Урала. Светотехника также имеет советское происхождение, как и большая часть мелких деталей экстерьера. Мне удалось узнать, что под капотом находится двигатель от трактора Т-40, который должен тащить фургончик с небольшой скоростью, но с огромной тягой. Так что перед нами скорее трактор, чем грузовик или внедорожник. Привод, кстати, только задний. Этот факт подтверждает широченные внедорожные задние колеса. А теперь вопрос к знатокам. Посмотрите на фотографию фургончика сзади. Нижняя часть точно от какого-то транспортного средства. Кто сможет узнать? К сожалению, эта штука уже много лет не на ходу, а салон полностью завален всяким хламом. Так что фотографировать его просто было невозможно. Тем не менее, самоделка выглядит очень прикольной. Практически мини-крас, если смотреть спереди, или буханка-переросток, если смотреть сзади. Допустим, эту штуку получится отремонтировать и вернуть обратно на ход. Ездить по дорогам на нем нельзя, так как документов, естественно, нет. Получается, вы можете использовать его для поездок на охоту и рыбалку, а также для сельхозработ. Кому-то, возможно, пригодится. А может, будет вот так же ржаветь под открытым небом, просто занимая место. Не только в нашей стране есть умельцы, способные из разнообразных деталей автомобилей буквально со свалки создать самодельный грузовичок. Именно так поступил мужчина из Канады. Машина у него получилась очень интересная и оригинальная. Двигатель и коробка передач были позаимствованы для мини-грузовичка от старенького Volkswagen Golf. Кабина самодельной конструкции находится над двигателем, а каркас создан из квадратных труб и уголков. Обшит каркас листами из тонкой стали. В канадском самодельном грузовике есть самосвальный кузов, он поднимается с помощью гидросистемы. Она изготовлена из гидронасоса и цилиндра. Кузов вмещает груз до одной тонны. А на этом все, спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно комментируйте и делитесь этим роликом в соцсетях с друзьями. Всем пока!